Дорогие наши телезрители, мы сейчас с вами находимся в Москве, в парке Сокольники, и я вас приглашаю вместе со мной посетить международную ежегодную выставку-ярмарку Сокровища Севера. Пойдемте. Традиционно в мае сюда приезжают представители коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 28 регионов, а это более 900 участников, мастера народных промыслов, национальные общины, фольклорные коллективы, представители общественных организаций и органов власти. Международная выставка-ярмарка Сокровища Севера 2017 мастера и художники России проводилась уже в 12-й раз. Ее организаторы – компания «Абориген-Экспатур» и Российская ассоциация коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а патронирует ее Совет по межнациональным отношениям при президенте России, Комитет Государственной Думы по делам национальности, Министерство культуры и Федеральное агентство по делам национальности Российской Федерации. Главная задача – сохранить каждого человека, каждую культуру, каждый язык, особенный язык. Я очень хочу, чтобы наши детишки, конечно, знали свой родной язык. Нет языка – нет народа. Сокровища Севера – это не просто выставка-ярмарка, это своего рода культурный форум, где в одном месте можно увидеть всю гамму красок самобытной национальной культуры северных народов, услышать их речь, своеобразной мелодией и ритми Севера. Сос казачных времен, живем мы на одной земле, пьем воду одну. Светлый тормот, даже один, пусть царит на земле дружба, хоть говорим. Вера Кондратьева – этнопевица из города Лентора, победительница фестиваля Кочевья Севера 2016. В этот раз она привезла в Москву песню на стихи известной югорской поэтессы Марии Вагатовой. Несмотря на то, что коренные народы России говорят на разных языках и даже относятся к разным языковым группам, их объединяет многое. Прежде всего, традиционный образ жизни, сильная привязанность к истокам и родной земле. Что делает их уникальными и непохожими на другие этносы. Мастера и ремесленники традиционных народных промыслов занимают самое важное место на выставке-ярмарке. С утра до вечера народные умельцы демонстрировали посетителям свое мастерство. Проводили для всех желающих мастер-классы, предлагали свои работы ценителям народного искусства. Общались, делились опытом и рассказывали много интересного о традициях, обычаях и особенностях своей культуры. Например, на Камчатке проживает сразу несколько представителей коренных народов. Это и тельмены, коряки, чукчи, алеуты и эвены. Для непросвещенного человека в этих народах нет никакой принципиальной разницы. Ведь у них схожи и внешние черты, и культура, и образ жизни, и даже язык. Но только пообщавшись с ними, можно узнать, как различить их, например, по элементам традиционной одежды. Вот сейчас я сижу у стенда Камчатки. Со мной рядом мастер Людмила Юлтыгина. Она шьет вот такие замечательные корякские шапки. Называются Малакай. Людмила Юлтыгина приехала с Пенжинского района Камчатского края. Она относится к северным корякам. По роду занятий и образу жизни коряки делятся на тундровых и береговых. А еще они подразделяются по самоназваниям. Например, коряки-чаучувены или коряки-намаланы. Чаучувенский Малахай имел такую форму квадратную. Чем больше уши, тем северний народ. Тем меньше уши, тем южний народ. Это специально делалось, особенно с покроя. Сюда ложились пички, сигареты, сухое мясо, заварку. Если оленевод проваливается в реку, то у него есть возможность выжить. Вот такие шапки носили оленеводы и вены. Эвенский покрой, он более круглый. Он более круглый. И специально украшали вот такие вот бисерные вставочки. Когда оленевод шел, и вот эти вот звенели бусинки между собой, и медведь мог услышать этот звук и отойти в сторону, чтобы они не встретились. Неудивительно, что коренные народы Камчатки на традиционной одежде создавали специальные звуковые бубенчики из бисера, потому как всем известно, что Камчатка – это край медведей. И встретить его в лесу вероятность очень высокая. Рыба вяленая, сушеная, копченая, соленая, свежемороженая, мясо птицы, лося, оленя, орехи, ягоды, грибы – это то, зачем сюда идут гости и жители Москвы. Югорские общины ежегодно в немалом количестве привозят свою продукцию на продажу. Они уже обрели своих клиентов и знают, какая именно продукция пользуется наибольшим спросом. Привезли с собой щучку пазем, которую все тоже у нас и в Ханты-Мантийске на пользу спросом. Здесь ее, москвичи ее не очень воспринимают, но берут пробовать, им это интересно. Также сушеную вот у нас муксун есть, как это… Ну, это они уже знают, потому что это уже как считается деликатесом. Такое, наверное, интересно для москвичей привезли куропатку копченую. Доставка всей продукции в столицу осуществляется за счет окружных средств, предусмотренных госпрограммой социально-экономической развития коренных малочисленных народов Севера-Югры. Основное финансирование, конечно, это идет, первое, на аренду территории здесь, ну, определенная сумма на застройку. Второе, это вот доставка сюда нашей атрибутики, наших товаров, все. И третья основная составляющая, это, конечно, перелет наших коллег, наших участников. Сейчас я стою у самого настоящего национального стола, где представлены различные блюда коренных народов мира. Почему мира? Потому что здесь представлены блюда традиционные народа Саами из Норвегии. И, наверное, я сейчас попробую сушеную оленину, которую готовят Саами Норвегии. Очень вкусно. Говорят, хочешь узнать культуру народа, попробуй ее на вкус. Вот и представителям Саами из Норвегии такая возможность представилась. Они стали членами жюри конкурса «Национальная кухня». В последние годы во время этого конкурса разворачивается настоящая борьба за лидерство. Кухня коренных народов во многом схожа, поэтому регионам приходилось буквально удивлять количеством и разнообразием своих блюд. По мнению некоторых участников, в гонке за количеством пропадает главное – изюминка. А вот именно надо углубиться в качество, восстановление забытых технологий, приготовление традиционных чисто блюд. Югра в конкурсе «Национальная кухня» заняла второе место. А в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция» Хантамансийскому автономному округу не было равных, и наш регион уже не в первый раз стал победителем. В конкурсе «Этнической моды» полярный стиль делегации Югры также завоевала первое место. Нам важно показать локальные особенности. Мы показывали, на мой взгляд, очень удачно, именно с большим размахом. Почему традиционную одежду в конкурсе «Северний стиль»? Не то, что мы выставили 10 разных костюмов. Мы показали отличие одного костюма от другого. Вот это, если вышли две мансийские красавицы, одна представляет сосинских манси, другая лозинских манси. Если это костюм восточных народов, то он именно выполнен весь сохранением традиции. Традиционно первая по своему количественному составу – это делегация Ямало-Немецкого автономного округа. Ямальцы привезли в Москву более 70 участников. Помимо основной экспозиции в выставочном павильоне, они установили на улице еще и чумы от Тазовского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов. Необходимо рассказывать гостям выставки и людям о том, чем гордятся и чем богаты наши северные регионы. Кроме того, это большая и уникальная возможность для самих регионов и для представителей общин коренных народов Севера, для индивидуальных предпринимателей, просто для мастеров показать свое творчество, искусство, этим самым пропагандируя свое творчество и искусство коренных народов Севера. Ну и, конечно, в связи с тем, что это все-таки ярмарка, есть возможность реализовать свою продукцию. Галина Пяк приехала из Пуровского района. Она работает в местном отделении Ассоциации Ямал-Потомкам. На выставку она привезла работу своих пуровских рукодельниц – ненецкую традиционную одежду. В основном она изготавливалась из камуса оленя, но, оказывается, использовали и шкуру выдры, шуба из которой прочнее и дольше служит. А еще при изготовлении женских шуб использовали и беличьи шкурки, но исключительно для красоты. Они считались, кто с белки шьет, это богатые люди. Они даже за они не покупали. Шубу одной из мастериц я решила примерить на себя. Я на себя надела ненецкую шубу панны и ненецкую шапочку хамма. Можете на меня посмотреть? Красивейшие работы ямальских косторезов зацепили и мой глаз. Виктор Ядный – не просто известный мастер-косторез на Ямале, он народный мастер России. Его работы признаны и на международном уровне. Косторезная работа сложная, кропотливая, требует усидчивости и терпения. Для того, чтобы научить всех желающих косторезному ремеслу, Виктор придумал маленькие амулеты из оленевого рога. Я решила испробовать себя в роли костореза и понять лично, насколько это сложно. Это называется «Глаз священной важенки». Важенка – это у нас как мать всех оленей, мать этой нашей природы, мать человечества, потому что олень нас всех содержит, кормит, одевает, возит. Получается, священная важенка – это очень такая важная наша хранительница жизни. Я себе выбрала такой вот глазик. Сейчас Виктор научит меня, как сделать себе собственноручно амулет. Вот такие заготовки из оленевого рога для своих неискушенных посетителей, например, как я, приготовил Виктор. С помощью специальных инструментов по замыслу мастера нужно выгравировать свои инициалы или любой орнамент. Оказывается, это не так-то просто сделать. Понадобились даже специальные очки с увеличительным стеклом. Но главное – терпение, и все получится. Затем шлифовка и полировка почти готового изделия. Вот буквально 15 минут мастер-класса от Виктора Ядны, и вот такой вот амулет готов. Теперь я перед вами в образе ивенкийской молодой девушки. И вот мы сейчас общаемся с Ией Кимовной. Она возглавляет общественную женскую организацию. Ну, наша организация организовалась в 95-м году еще. Тогда было вот, настали такие сложные времена. Это языки, вот культура были утрачены у нас в республике. Именно восстановлением утраченных и забытых традиций и занимается общественная организация «Аборигенка» из Якутии, которую создала Ия Герес. Сама Ия Кимовна является мастером по бисероплетению. Плетет вот такие красивые украшения на груднике. И вот этот рисунок, вот это обозначает лапу Гагара. Потому что в предании говорится, что Гагара, наша священная птица, она как создала мир. Когда-то было давным-давно вода везде, она со дна достала землю, и от того произошли люди на земле. Эвенки, как и другие коренные народы Севера, тоже являются оленеводами. И, соответственно, тоже занимались пошивом зимней и летней одежды и шкур животных. Летняя в основном шилась из ровдуги. А зимняя – из меха. «Сейчас я нарядилась в женскую меховую шубу, которая называется мукука. То есть такие шубы женщины в тундре надевали, чтобы кослать, чтобы им было тепло и уютно». На фестиваль «Кочевья Севера», а он считается визитной карточкой культурной программы выставки-ярмарки «Сокровища Севера», приезжают поистине неравнодушные люди, носители своей традиционной культуры. Особенно радует, что в составе фольклорных коллективов очень много молодёжи. Самобытные певцы горлового пения, исполнители традиционных песен и танцев, инструментальные коллективы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с каждым годом всё больше завоёвывают сердца как москвичей, так и гостей российской столицы. «Сокровища Севера» — это не просто выставка-ярмарка, это ещё и фестиваль этнической музыки, песен и танцев. Их движения настолько завораживают, что каждая клеточка организма начинает двигаться в унисон движения. Пирожell — то есть и гостя, む вちゃん? Сокровища — то есть и гостя? — Это даже?